Умар Джабраилов родился и вырос в Грозном. Ему покровительствует знак Зодиака Рак. Воспитан в интеллигентной семье. Отец, ранее депортированный в Казахстан Альви Джабраилов, вернулся на родину и обосновался в столице Чечено-Ингушской АССР. Бывший секретарь райкома комсомола трудился в нефтяной отрасли, в свободное время писал стихи. Мама Умара, Руми Саракаева, воспитывала детей и поддерживала домашний очаг. В 1973 году Умар Джабраилов получил аттестат зрелости в Грозном и отправился в российскую столицу, где стал студентом пушно-мехового техникума. В конце 70-х Джабраилов служил в ракетных войсках в украинском Коростене. В период службы вступил в ряды КПСС, где состоял до конца 80-х. После демобилизации чеченец отправился поступать в МГИМО, но не добрал баллов. Умар остался на подготовительных курсах и в следующем году стал студентом престижного вуза. Выбрал факультет экономики, который окончил в 1985 году, получив диплом с отличием. В молодости специалист два года проработал лаборантом на институтской кафедре. Миллионер не скрывает, что любит женщин. Кажется, и они к нему неравнодушны, потому что Умар Джабраилов не раз и не два удивлял публику появлением в компании ярких красавиц с громким именем. Внешность чеченского олигарха привлекательной не назовешь. Он невысокого роста, худощавый, с орлиным профилем, седой. Отчасти поэтому появление рядом с бизнесменом очередной красотки – событие. А так как Джабраилов всегда на виду и не пропускает звездных тусовок, то на первых страницах глянцевых таблоидов и желтых изданий он прописался основательно. Совместные фото с Умаром публикуются на страницах инстаграма российских звезд шоу-бизнеса. Умара Джабраилова видели в компании Жанны Фриске. Рядом с ним появлялись гламурная суперманекенщица Наоми Кэмпбелл, голливудская дива Шерон Стоун и быстроговорящая эрудитка Тина Кандилаки. Выход в «Люди-секс» участницей четвертого сезона «Фабрики звезд Алексей», до этого замеченный в романтических отношениях с рэпером Тимати, тоже наделал шуму. Джабраилов столкнулся с Алексей на шоу Сергея Зверева «Звезда в Кубе», и между многоопытным лавеласом и юной красавицей с пухлыми губами вспыхнул роман. Полгода пара не расставалась и радовала папарацци появлением на светских мероприятиях. Разница в возрасте, Умару Джабраилову тогда было 50, Алекса отпраздновала 20-летие, влюбленных не смущало. Но спустя несколько месяцев олигарх вышел в свет один, а фабрикантка не давала о себе знать до 2009-го, когда объявили отборочный тур Евровидения. О любовницах и своей личной жизни Умар никогда не рассказывал открыто. Тем не менее, некоторая информация все-таки просачивалась в прессу. Так, в 2019 году с персональной страницы Инстаграма сам Джабраилов признался в том, что в начале 2000-х состоял в отношениях с Ксенией Собчак. Интересно, что от связи с бизнесменом спасти Ксению по просьбе ее матери пыталась Анастасия Волочкова, но ситуация окончилась ссорой подруг. У сердцееда Джабраилова есть две женщины, которых он никогда не оставит. Это дочери Доната и Альвина, родившиеся во втором браке Умара. Девушки с мамой живут в роскошном доме в Монте-Карло. Умар Джабраилов дважды разведен, но, если верить информации из сети, у него есть жена, российская художница. Ее имя бизнесмен не называет. Джабраилов богат и умен, разговаривает на немецком, английском и итальянском языках, понимает еще четыре, испанский, французский, венгерский и чешский. Его брат Хусейн занимал пост спецпредставителя чеченского главы в Москве, участвовал в президентских выборах в Чечне в 2003 году, но снял свою кандидатуру. Известна тяжба Умара Джабраилова с департаментом земельных ресурсов Москвы по поводу законности постройки дома в коттеджном поселке Остров Фантазий. Элитное жилье находилось на территории Москворецкого парка, в особой природоохранной зоне. Миллиардер подал иск в суд, однако даже таким способом не добился права на утверждение схемы расположения участка. В начале 90-х, после года работы инспектором-искусствоведом в Кооперативной галерее Москва, Умар Джабраилов занялся бизнесом. Он основал и возглавил торговую компанию «Донака», которая поставляла предприятиям продукты нефтепереработки. В середине 90-х чеченский бизнесмен сошелся с коллегой из Америки Полом Тейтумом, основавшим совместное предприятие «Энтурист Рат Амёр», гостиница и деловой центр. Джабраилов занял должность генерального директора СП, в 1996-м между чеченцем и американцем вспыхнул скандал, Тейтум обвинил бизнес-партнера в организации покушения. В том же году, в ноябре, гражданин США и его охрана были расстреляны в подземном переходе. Джабраилову запретили въезд в Соединенные Штаты, но доказать его причастность к убийству не смогли. В 1997-м бизнесмен возглавил группу компаний «Плаза» и стал советником исполняющего обязанности генерального директора гостиничного комплекса «Рэдисон Славянская». Группа «Плаза» предоставляла услуги по управлению объектами недвижимости. Компания «Миллениум», входящая в «Плазу», задействована в шоу-бизнесе. Благодаря ей в столице появился ночной клуб «Вы – раз». Одна из дочерних фирм «Плаза» владеет 20% счетов и других рекламных поверхностей в Москве. В банковскую сферу Умар Джабраилов вошел в начале 2000-х, получив членство в Совете директоров российского капитала. Весной 2001-го бизнесмен возглавил Совет директоров банка «Первая АВК», Джабраилов – почетный член Российской академии художеств. Последнее – благодаря меценатству. Умар Алиевич – известный коллекционер. Его называют наиболее последовательным собирателем современного российского искусства. Он выступил инициатором сохранения памятников, считающихся наследием СССР, и предложил транспортировать их из соседней Украины, где была объявлена декоммунизация, в Российскую Федерацию. Джабраилов знаком и поддерживает дружеские отношения с именитыми художниками и дизайнерами России и Италии. Умар Джабраилов – соучредитель 20 коммерческих структур. Чеченский предприниматель вместе с итальянским кутюрье Роберто Кавали владел рестораном Джаст Кавели – памятником архитектуры. Близким приятелем Умара в свое время числился Алимжан Тахтахунов, известный обществу по прозвищу Тайванчик. В связи с этим знакомством компромат над Джабраилова долгие годы собирался Интерполом. Авторству предпринимателя принадлежат книги «Эффективное государство» в контексте глобализации и абсарда. «Я так хочу быть с тобой», которые вышли в 2009 и 2012 годах соответственно. В конце 1999 года биография Умара Джабраилова сделала новый виток. Предприниматель объявил о намерении баллотироваться на пост российского президента. В обнародованной ЦИЭН Трисберкомом Декларации о доходах кандидата значилось, что за предыдущие два года предприниматель заработал 8 миллионов 658 тысяч рублей. Его состояние оценивалось как весьма внушительное. Бизнесмену на тот момент также принадлежали квартиры в столице, 479,5 КВМ и автомобиль БМВ. В 2004-м Джабраилов отошел от бизнеса и занял место сенатора от Чеченской Республики. Осенью 2009 года Умар Алиевич оставил сенаторский пост и стал советником Сергея Приходько, помощника главы российского государства. Он состоял в партии власти «Единая Россия». Членство было приостановлено после инцидента в гостинице «Фор Сизонс», а через год Джабраилов окончательно лишился партийного билета. В 2008 году на концерте Нелли Фуртада произошла потасовка между охранниками Джабраилова и рэпера Тимоти. Конфликту привело желание певца выступить на сцене вместе с канадской звездой, тогда как Яна Рудковская лично попросила Умара не допустить выхода Тимоти на сцену. После скандала артист обратился за помощью к Рамзана Кадырову. Тот, в свою очередь, предоставил исполнителю свое покровительство. Позднее ситуация была освещена на страницах журнала Forbes. В конце лета 2017 года бизнесмен привлек внимание к своей персоне не выходом в свет с новой пассией, а неприятным инцидентом. Скандал произошел в элитном столичном отеле Four Seasons, который расположен в центре Москвы, на улице Охотный ряд. Умар Джабраилов выбрал отель из-за выигрышного расположения, хотя цены здесь заоблачные, от 100 тысяч рублей до полумиллиона за сутки. Предприниматели задержали за стрельбу из наградного оружия, пистолет Ярыгина, в номере гостиницы. Отверстие в потолке обнаружили полицейские, прибывшие по вызову. В комнате на шестом этаже Джабраилов был один, охрану перед случившимся отпустил. Поговаривали, во время досмотра у бизнесмена нашли неизвестный белый порошок, предположительно, кокаин, таблетки и бутылки со спиртным. Джабраилову предъявили обвинение по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и отпустили, взяв подписку о невыезде. Выйдя из отделения полиции, бывший член Совета Федерации от Чечни дал объяснение произошедшему. Он рассказал, что проверял наградное оружие и выстрелил по оплошности, не умея пользоваться пистолетом. Выстрелы вверх Умар Джабраилов назвал досадной случайностью. Недоброжелатели говорили о состоянии наркотического опьянения, в котором якобы пребывал миллионер в момент стрельбы, но доказательств этому нет, а пресс-секретарь Джабраилова называл слухи о наркотиках уткой, запущенной средствами массовой информации. Тем не менее, уже осенью Умар предстал перед Тверским районным судом Москвы. Ранее он в ходе расследования все-таки признал свою вину. Бизнесмену грозил реальный срок заключения под стражу – два года. Рассматривался также вопрос принудительного лечения в центре реабилитации для наркоманов. Но предприниматель отделался штрафом. Пистолет для Джабраилова стал поистине золотым, экс-сенатора обязали выплатить 500 тысяч рублей в апреле 2020 года, его имя вновь попало в новостную ленту в связи с попыткой самоубийства. Олигарх пытался покончить с собой в номере гостиницы Измайлова. Оттуда он и был госпитализирован в Склифф. Бизнесмену диагностировали ножевое ранение предплечья. Умар не смог справиться с депрессией, что привело к попытке суицейда. Джабраилов вскрыл себе вены, но увидев глубокую рану, обвязал руку полотенцем и попросил своего водителя вызвать скорую. Помимо прочего, экс-сенатора уже давно мучают головные боли, от которых он спасается лекарственными средствами. Накануне печального события он принимал феназепам. Об удовлетворительном состоянии здоровья миллиардера прессу уведомили сотрудники НИИ Склиффасовского. В больнице Джабраилов находится под пристальным наблюдением врачей. О неудачной попытке суицида Умара Алиевича сообщила Ксения Собчак со страницы авторского телеграм-канала Кровавая барыня.